Вводят экскурсии по новому для Иркутска общественному зданию. Торжественно открыта библиотека имени Валентина Распутина. События приурочили к памятным датам. 14 марта был год со дня смерти, а сегодня день рождения писателя. В связи с этими событиями новый выпуск рубрики новости нашего района мы решили посвятить Валентину Григорьевичу. Солнечный свет будто любит эти окна. За ними квартира Валентина Распутина. Сейчас в комнатах на улице 5-й армии живет его сын. А в соседнем доме один из частых собеседников писателя. Вот напротив хлебный магазин, где мы тоже с ним частенько встречались, хлеба брали. А потом выходили, хлеба брали и вот сюда садились на скамеечки, часами сидели. И разговаривали на серьезные темы. Тут Владимир Потапов, в прошлом первый председатель областного совета народных депутатов, предложил писателю вступить в партию. Ну ты же патриот, значит. У тебя весь идеологический дух партийный. Я говорю, давай вступай в партию. Он подумал, подумал, тоже запомнил его такое глубокое лицо, размышляющее. Он говорит, Владимир Иванович, хотите я вам сейчас дам расписку, что я в душе коммунист? Я говорю, я тебя понял. Понимали иркутяне и любовь Распутина к Харлампиевскому храму. Впервые писатель познакомился с ним в студенчестве. В советское время здесь располагались библиотека и женское общежитие госуниверситета. В 2000-е, когда храм восстановили, Валентин Григорьевич стал здесь частым гостем. И к дому близко и душа тянулась. Любил писатель и другие церкви. В одну из них привозил свою мать, в другой венчался. На строительство третьей пожертвовал деньги. Все эти здания теперь можно увидеть в одном месте. В наших залах на фотографиях храма, в которых бывал Валентин Григорьевич. Куда ходил на службу, где общался, встречался со священниками. Встречаться с простыми людьми Валентин Григорьевич любил не меньше. С ним запросто можно было столкнуться на улице Карла Маркса. Обстоятельно поговорить с Валентином Распутиным горожанам удавалось здесь, возле драматического театра. Писатель мог провести больше часа в очереди за билетами. Молодежь этому обстоятельству удивлялась, а вот пожилые люди считали делом обычным. Обычную для писателя обстановку скоро воспроизведут в этом доме на улице Свердлова. Музей планируют открыть следующей весной. Вероятно, что и других мест, где можно будет узнать писателя лучше, в Иркутске станет больше. Лада Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням.